Каникулы с заработком сотни школьников этим летом проводят отдых в трудовых лагерях. Убирают Азовское побережье от мусора, работают в ЖЭКах. Некоторым из подростков даже платят зарплату. Виктория Чистюхина подробнее. Разбираем рабочий инвентарь. Не купаются, а очищают побережье от мусора. За отдыхающими в поселке Ялта убирают трудовые отряды школьников. Подростки сетуют, курортникам не хватает культуры. Мол, те выбрасывают бутылки прямо на пляжный песок. Они живут здесь и ссорят. А потом им еще и не нравится, что грязно. А там баки есть, куда выбрасывать? Да, конечно. 30 воспитанников Димитровской школы номер 8 в Ялте трудятся уже второй год. Благодаря таким каникулам Александр Чистик впервые увидел море. Гулять нравится, и на пляже нравится. Все нравится. Мне друзья сказали, что везут, и я поехал с ними. Как родители твои к этому отнесут? Ну, тоже сказали, едь. Специфика уборки ничем не отличается от привычной коммунальной. Чтобы отдыхающие ощущали комфорт, убирают до их прихода. Ради этого дети просыпаются с восходом солнца. На сегодняшний день не все имеют возможность получить путевки или купить путевки, предоставить отдых своему ребенку. Поэтому вот такие вот программы дают возможность, с одной стороны, оздоровить ребенка, с другой стороны, привить навыки общественно полезного труда. За уборкой школьников наблюдают отдыхающие Диана и Амир. Говорят, те, кто побывал в таком трудовом лагере, вряд ли сами будут мусорить. Это в будущем поможет. Они не будут потом гулять, например, сорить, как все остальные. В трудовом отряде дети от 12 до 17 лет. За свою работу зарплату не получают. Живут в одном из пансионатов поселка. Условия школьников устраивают. Условия хорошие. Нам тут нравится очень. Чего-то хотелось бы, может, тумбочек не хватает. Вам, как девочек, нам всегда чего-то уж не хватает. Да, тумбочек маловато. Один шкаф. В отличие от подростков в лагере на Азове, кроматорские школьники засводывают, получают зарплату почти тысячи гривен. Работают дворниками, метут улицы. Детей нанимают ЖЭКи. На первый рабочий день пришел. Я удивился. Это так легко. И было вот так хорошо. Со следующей зарплаты купить себе синтезатор. Отдых с работой этим летом в трудовых лагерях совмещают полтысячи школьников Донеччины. Виктория Чистюхина, Александр Соколов, телеканал Донбасс. Применовости продолжат новости спорта. С ними сегодня Светлана Павликова. Первая победа шахтера на австрийском сборе.